Всем добрый день. Спасибо, уважаемые коллеги, кто подключился. Продолжаем цикл мероприятий, обучающих, организованных Коалифицированным центром при Министерстве энергетики ЖКХ Самарской области. Зовут меня Косилов Агрен Атольевич. Сегодня мы рассмотрим тему «Фиксация факта причинения ущерба в результате надлежащего содержания общего имущества МКД». Наблюдаем сейчас опять сезонный всплеск обращений по этому факту. Налицо недобросовестная работа ряда управляющих компаний, которые своевременно не приходят на вызовы. И в то же время неграмотность жителей в результате возникшей данной ситуации. Понятно, что ситуация нервная, но в то же время в этой ситуации нужно действовать правильно, для того, чтобы вы потом в конечном итоге нашли тот, кто виноват, и он вам возместил ущерб причиненный. У нас ущерб могут принести не только в результате надлежащего содержания общего имущества, а также наши соседи. Кто проживает выше, это может быть протечка в результате поломки стиральной машины, сорвало кран и так далее, и так далее. И как вот в этой ситуации все-таки себя вести? Ситуация достаточно такая аварийная, в ней нужно вести себя правильно, для того, чтобы все, как я сказал ранее, получить в возмещении ущерба. Да, коллеги, но первым делом мы должны безопасность в своем доме обеспечить, чтобы тот ущерб, который возможен в результате пролития, он не возрастал, и принять мы достаточно должны все меры. Но первое – это меры, которые по безопасности. Если это у нас идет вода, неизвестно по какой причине, то мы, конечно же, должны обесточить электроэнергию, желательно в этом помещении. Но в лучшем случае, если мы обеспечим, обесточим помещение вообще в целом, выключим подачу электроэнергии в нашу квартиру, не дай бог, закоротит проводка, это уже другая будет история, и не хотелось бы, чтобы этого возникало. Коллеги, первым делом – безопасим свое имущество. Отключаем электроприборы, отключаем подачу электричества. Второй момент. Мы сразу же оперативно должны сообщить в аварийно-диспетчерскую службу в управляющую компанию ТСЖ. Это согласно той форме управления, которая у вас на доме реализуется. Не в чат общедомовой, не на телефон директору, даже не на телефон управляющей компании либо ТСЖ. У вас должен быть телефон аварийно-диспетчерской службы. Он у вас должен быть размещен в подъезде на досках информации. Ну и, конечно же, он должен быть у вас в телефоне в конечном итоге, чтобы не бежать на первый этаж и смотреть, какой номер телефона размещен на доске информации. Первым делом – обесточили помещение, сообщаем о данной ситуации в аварийно-диспетчерскую службу. Как мы все знаем, сроки реагирования аварийно-диспетчерской службы – 30 минут с момента того, как они получили ваш сигнал. Вы должны сообщить, и желательно, а лучше даже, наверное, необходимо, чтобы не возникновение всех ситуаций, вы получаете номер входящего вашего сообщения. Раз. Мы известили в аварийно-диспетчерскую службу, управляющую компанию, либо ТСЖ. Дальше. Обесточили помещение. Понятно, что у нас уже более-менее безопасно в доме. Я бы здесь, конечно, в данном случае, возможно бы, если это возможно, уже какие-то меры свои по устранению принимал. Но, в частности, не то, что самим закрывать там, откуда идет течь. Обратился бы к соседям, если подразумевая, что, например, течь идет сверху, а у нас сверху не кровля, не общедомовое имущество, а все-таки это какая-то причина, возможная от соседей. Ну, конечно, постарался бы максимально оперативно сообщить им, может быть, чтобы они у себя перекрыли воду. Также нужно сделать это и лучше у себя, потому что неизвестно, может быть, это в зоне ответственности происходит подтекание. Сообщили мы все-таки всем странам возможным, кто вам причиняет ущерб. Обезопасили себя в плане того, что, подключаются у нас еще люди, в плане того, что, ну, чтобы у нас безопасно в доме было. Сообщили об аварии. Здесь, в данном случае, рекомендую уже на данном этапе отфиксировать, что же происходит. Если пролитие продолжается, даже в результате того, что вы сделали, нужно сделать фотофиксацию, видеофиксацию. Это все будет не лишним. Возможно, это не пригодится. Но все-таки это нужно сделать, чтобы потом не доказывать, что было ли пролитие, не было ли пролитие. Хотя вы уже провели мероприятие, фиксацию, входящую в аварийно-диспетчерскую службу. Данной ситуации возникнуть не должно. Подключаются у нас люди. Прошу прощения, немножко отвлекаюсь. Дальше. Ну, вот кого я хотел. Так, выключите весь слух. Продолжаем. Коллеги, прошу прощения. Фото-видео фиксацию сделали. Фотографии с разных ракурсов. Видео включили. Отфиксировали тот факт. Ждем аварийно-диспетчерскую службу. Аварийно-диспетчерская служба должна приехать, локализовать аварию для того, чтобы в дальнейшем устранить эту неполадку, чтобы не было у нас повторных таких нарушений. Дальше у нас самый важный момент, на котором этапе, в принципе, часто жители нашей Самарской области допускают ошибки. Управляющий у нас нужен нам обязательно для того, чтобы мы можем готовиться к суду, потому что это все-таки судебное решение о возмещении ущерба, если мы добровольно не договоримся. Мы должны составить акт о пролитии. В соответствии 354-го постановления правительства данный акт должен быть составлен в течение 12 часов после поступления сообщения на аварийно-диспетчерскую службу. В течение 12 часов мы понимаем, что это разумный срок для того, чтобы фактически определить степень ущерба, которое нанесено данному имуществу. Частая история. Управляющие компании пришли, отфиксировали, сделали фотосъемку, ушли. Акт жителям не оставили. Нельзя допускать эту ситуацию. Управляющие компании есть 12 часов на составление этого акта. Вы не должны 10 раз напоминать управляющие компании, но срок 12 часов – это их срок. И они по результатам этого должны составить акт о пролитии. Четкого акта такого у нас с законодательством Российской Федерации нет. Но, как я могу вам сказать, он уже достаточно… в интернете есть подобные акты. Если необходимо будет, кому я готов выслать акт лично, запишите адрес моей электронной почты. Я надеюсь, ее уже многие знают и обращаются достаточно часто. Она легко у нас на цифры. Цифрами 357, нижние тире, опять те же цифры, 357, собачка.майл.ру. Повторяю. 357, нижние тире, опять те же цифры, 357, собачка.майл.ру. В случае каких-то вопросов индивидуального характера, в случае необходимых каких-то документов, которые бы вы хотели бы в ваш адрес получить по ранее проведенным нашим мероприятиям, по сегодняшнему нашему мероприятию, обращайтесь. Телефон 260-37-19. Квалифационный центр при Министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области. Коллеги, мы будем рады помочь. Итак, мы остановились сейчас на том этапе, что мы всех, всех третьих лиц, всем третьим лицам сообщили, что у нас аварийная ситуация. Мы провели фото-видео фиксацию. Мы все-таки своевременно получили акт. В акте четко нужно посмотреть. Должно быть все-таки указано время, число, когда произошла аварийная ситуация. Раз. Второй момент. В акте должен быть обязательно указано. Причины протечки и объем причиненных повреждений. Причины протечки и объем причиненных повреждений. Обязательно это должно быть в акте. Коллеги, в случае, если вам управляющая компания своевременно не предоставляет данный акт, рекомендую, во-первых, связаться с нами. Во-вторых, данный акт, если управляющая компания не реагирует на ваши сигналы, в результате аварийно-диспетчерская служба приехала не своевременно и так далее, и так далее, данный акт можно составить с соседями, проживающими с вами рядом, с собственниками помещения. Было бы крайне хорошо, если бы на составлении данного акта вы пригласили бы председателя Совета Многоквартирного дома. Я надеюсь, что в вашем доме создан совет и выбран председатель Совета Многоквартирного дома. Если ситуация развивается без составления акта с управляющей компанией, данный акт составить нужно по всем правилам с собственниками, с соседями, с председателем Совета, на котором все бы расписались, что действительно было пролитие, в результате чего... Здесь, конечно, вопрос достаточно сложный, чтобы мы могли определить, у нас компетенции, возможно, не хватит, это не самый существенный пункт, и обязательно, я думаю, это уже возможно, описали те повреждения, которые нанесены вашему имуществу. В принципе, основу вы сейчас сделали. Мы рассматриваем ситуацию, у нас, возможно, дальше события будут развиваться, когда вам добровольно будут ли проведены либо ремонтные работы тем, кто нанес ущерб, либо будет определена сумма, которая возмещает данный ущерб. Рассматриваем ситуацию, когда у нас идет все хорошо. Действительно, своевременно приехала аварийная диспетчерская служба, определили, кто же все-таки виновный. В данном случае это у нас будет, может, только сосед-собственник рядом быть, либо управляющая компания, как правило. Других виновников в данной ситуации, я, наверное, сложно мне предположить. Но у нас идет все верно. Составили фотофиксацию, акт. Все у вас также находится в наличии. Акт не должен уйти после составления только в управляющую компанию. Лучше его составить в двух экземплярах оригиналов, что он у вас был. У вас должно, как у собственника, быть все необходимые материалы по этому делу. Так вот, развиваются события благоприятно. Здесь мы тогда можем исключить один из моментов, если мы будем двигаться в сторону все-таки судебного решения. Добровольно управляющая компания осматриваем в случае все-таки ущерб, нанесенный в соответствии с сегодняшней тематикой, в надлежащем содержании общего имущества. Ну и, как я сказал, сезонность у нас сейчас пролития по кровлим в результате их ненадлежащего содержания, либо по каким-то другим причинам. Так вот, вместе с управляющей компанией вы должны отработать, по смете все-таки определиться, составление калькуляции либо сметы на совершение тех работ, которые возмещают ваш ущерб, причиненный вам. Если вас сумма в данном переговорном процессе устраивает, либо составленная смета действительно разумная в соответствии со стоимостью работы, хотя бы рядышком это находится, это, я думаю, можно проверить сейчас. Мы понимаем, что управляющая компания действует добросовестно, но мало ли случилась ситуация. Такие ситуации случаются и у добросовестных управляющих компаний. Дальше мы двигаемся. Мы определяем, в принципе, мы либо получаем восстановительный ремонт нашего помещения, либо мы получаем ту сумму, которая нас полностью устраивает. И мы сами уже либо своими силами, либо с привлечением какой-то подрядной организации проводим у себя ремонт. Все замечательно. На этом моменте наша история в случае участия добросовестно управляющей компании и собственника, она разрешена. Но, как правило, есть часто, когда управляющая компания всячески затягивает этот процесс, не идет на добровольное устранение, причинение ущерба, тогда в данном случае мы всю ту же процедуру, которую с вами обговорили раньше, по фиксации факта, по все-таки фотоматериалу в составлении, видеоматериалу, последнего человека подключаю, больше, наверное, подключением не буду заниматься, 15 минут, кто хотел, кто подключился. Мы рассматриваем ситуацию, когда у нас здесь все-таки управляющей компанией, либо ТСЖ, ТСН, ЖСК, не идет на добровольное разрешение конфликта. У вас есть акт, у вас есть фотофиксация, и у вас есть тот ущерб, который вам неизвестно на данный момент, кто, вы только можете предполагать, в принципе, принес вам ущерб ваш дом. В данном случае мы уже смотрим в рамках разрешения данного спора, в рамках судебного процесса. Для того, чтобы мы данный судебный процесс прошли достаточно легко, а судебная практика у нас по этому поводу очень обширная, мы должны все-таки пригласить в свой дом оценочную компанию. Если мы должны понимать, первое, мы, а второе, мы все-таки работаем для суда, о том, что какую сумму ущерба мы будем все-таки предъявлять ответчику. Для этого нужно обратиться в лучше специализированную организацию, чтобы вам дали оценку. Да, это стоит некоторых денежных средств. Но в рамках судебного процесса все расходы, которые вы понесете по судебному процессу, вы можете возложить на ответчика. Если вы все проведете правильно, в данном судебном процессе у вас не возникнет никаких сложностей. Вызвали мы оценочную компанию, мы понимаем размер ущерба, причиненного вашему имуществу. Мы последний раз в сторону управляющей компании, как мы сегодняшнюю ситуацию рассматриваем по общему имуществу, направляем претензию. Все-таки претензионный порядок я рекомендую в данном случае соблюсти. Крайнюю претензию с приложением уже экспертизы оценки причиненного ущерба разумный срок для ознакомления с претензией, для принятия каких-то мер это от 10 рабочих дней. Две недели с момента того, как мы направили претензию надлежащим образом либо под роспись, либо заказным письмом. Мы понимаем, что управляющая компания получила, отсчитываем 10 рабочих дней. Если управляющая компания с вами не выходит на связь, не пытается вопрос решить в добровольном порядке, здесь уже ничего, к сожалению, не остается, как решать этот вопрос в судебном порядке. Оставлять эту ситуацию нельзя ни в коем случае. Бывает степень повреждения достаточно серьезная. И на первый взгляд ее оценить очень сложно. Возникают достаточно большие серьезные суммы, существенные суммы. И мы уже готовим тогда в данном случае исковое заявление в суд, которому прикладываем претензию, которую мы ранее направили, акт о пролитии, материалы фото, фиксация, также претензию, направленную в адрес управляющей компании. И, конечно же, если это было направлено почтой, квитанцию об отправке искового заявления и претензии в адрес управляющей компании. Вот, коллеги, в принципе, на этом моменте здесь уже начинается у нас мероприятие уже судебного характера. Как я вам сказал ранее, участвующий во многих таких процессах, если мы все сделаем правильно, изначально, как сейчас мы с вами проговорили, мы результат получим, результат получим в виде возмещения, либо, если мы изначально будем правильно проводить свои действия, мы все-таки, мы уже до судебного решения, надеемся, что у вас все-таки управляющая компания добросовестная, но причинили ущерб, бывает такое, то здесь, конечно, нужно ситуацию, уже ситуация разрешается ранее. Из того, что у нас может выходить из рамки вот общепринятого, что я вам сказал сегодня, у нас может быть то, что у нас у соседей, у собственников, если мы рассматриваем эту ситуацию, в принципе, имущество может быть застраховано и ущерб в результате причинения третьим лицам может быть тоже застрахован, но это уже история по поводу возмещения, когда у нас все-таки собственник, ваш сосед, вам принес ущерб. Его действием либо бездействием был причинен ущерб. Это немножко ситуация иная. Здесь вы рассматриваете и управляющая компания в данном случае вам должна помогать. Не обязательно здесь оценочную компанию. Можно оценить это с помощью все-таки специализированной организации управляющей компании, которая может предложить свой взгляд по этой ситуации, либо вы его принимаете, либо вы все-таки заказываете уже и обращаетесь в оценочную экспертную компанию. Дальше. Ситуация. Если управляющая компания у нас не пошла на добровольные возмещения, либо на восстановительный ремонт, здесь, конечно же, она уже может получить существенную, существенно другую сумму. Ну, давайте для примера возьмем, что стоимость ущерба у нас 100 тысяч рублей. В результате пролития общедомового имущества кровля потекла, причинен ущерб вашей квартире. Кроме прочего, вы прилагаете туда расходы. Расходы по оценке экспертизы. Насколько я знаю, стоимость сейчас у нас где-то до 10 тысяч рублей. Это все возлагается на плечи проигравшей страны ответчика. Дальше. В связи с тем, вы вправе своего представителя назначить на данный судебный процесс. И расходы, которые вы понесете в связи с этим на оплату услуг представителя, вы тоже вправе предъявить ответчику. Здесь я могу сказать, что нужно вам только быть действительно разумными в заключении данного договора. Данный судебный иск не самый сложный. И цена должна быть разумной. И к возмещению суд тоже сумму разумную определяют. Кроме всего прочего, у нас еще возникает вопрос в плане того, что мы можем при возмещении в связи с тем, что это некачественное предоставление услуг, мы можем также еще в принципе попытаться возместить штраф в сторону управляющей компании, который равен 50% от суммы ущерба. В данном случае мы можем тоже предъявить. И вот мы понимаем, либо, и вы должны это понимать уже в переговорном процессе с управляющей компанией, либо мы сейчас добровольно на уровне до претензий, либо в рамках рассмотрения претензий, данный вопрос решаем. Рекомендую, что все вот эти вот условия, которые вы будете предъявлять управляющей компанией, вы изложите уже в претензии. Коллеги пишут, звук у них нету. Надеюсь, что меня достаточно хорошо слышно. Я думаю, коллеги разберутся. Отразили, что ваша сумма иска, коллеги, партнеры управляющей компании, вырастет, если мы этот вопрос перенесем в судебную плоскость. Поэтому рекомендуем вам 10-дневный срок данный вопрос решить. Я думаю, в принципе, разумная управляющая компания примет все необходимые меры, конечно же, первые, для устранения причин, для выявления причин, для устранения причин, для возмещения ущерба в разумном пределе, либо это восстановительный ремонт. Разным собственникам нужно разное. Но, если это управляющая компания все-таки не готова, у вас готов полный пакет документов для того, чтобы вы уже в судебном процессе, как я сказал ранее, определили. Вопросы у нас из чата. первые коллеги со звуком сказали, что есть проблема. Коллеги, данная запись сегодняшнего мероприятия будет выложена на канале YouTube, на сайте квалификационного центра при Министерстве энергетики и ЖКХ. Вы можете найти все эти же мероприятия с ссылками на YouTube. Рекомендую с данным сайтом ознакомиться. В ближайшие, я думаю, максимально трех дней появится запись ссылками на квалификационном центре и уже на страничке в YouTube. Это на первый вопрос. Моральный ущерб можно включить? Да, коллеги, действительно, моральный ущерб, причиненный вот этими событиями, можно включить. Единственное, не стоит раздувать эту сумму. Практика взыскания морального ущерба у нас достаточно разная. Как вы докажете, какую сумму? Включать нужно. Суд удовлетворяет. Но по сумме я не думаю, что здесь в данном случае нужно эту историю раздувать для того, чтобы обогатиться. Нам нужно действительно возместить тот ущерб, чтобы мы могли дальше комфортно проживать. Если управляющая компания действительно своим бездействием, нереагированием причиняет вам уже и моральный ущерб, обязательно в виде выставления иска и уже при составлении претензий указать. Итак, мы понимаем, что у нас наша сумма ущерба, если добровольно у нас управляющая компания либо ТСЖ, ЖСК не реагировать, возрастает как минимум в полтора раза из той суммы, которую мы сегодня взяли. Я думаю, разумно всем этот процесс решать добровольно. В принципе, говорю, ситуации, возникающие с этим моментом, достаточно частые. Понимаю, что ситуация, она нерегулярно происходит, и мы начинаем нервничать в проведении, когда у нас ситуация это проходит. Ничего страшного. Повторяюсь, первое, обезопасили свое имущество, перекрыли подачу электричества, при возможности перекрыли у вас подачу там воды, закрыли краны, которые находятся у вас дома. Второе, известили аварийно-диспетчерскую службу. Повторяюсь, не в чат общедомовой, ни на прямой мобильный номер телефона директора, даже если вы его знаете, ни в телефон самой управляющей компании, в аварийно-диспетчерскую службу. У любой компании, кто управляет вашим домом, с первого дня должна быть аварийно-диспетчерская служба и работать по правилам. 30 дней с момента вашего сигнала на устранение, локализацию данной аварийной ситуации предусматривает законодатель. Пожалуйста, фиксируйте эти факты. Если у вас либо, пока мы собственники, а мы обладаем правом контроля за всем имуществом, за всеми мероприятиями по вашему имуществу, пока мы будем позволять реагировать на наше обращение долго, часами, мы тем самым в свой дом головную боль все больше и больше приносим. Фиксируйте эти факты и в случае неисполнения норм законодательства поварийно-диспетчерской службы, если в добровольном порядке не получается управляющей компанией найти конструктивный диалог. Государственную жилищную инспекцию привлекаем к этому вопросу с теми фактами фиксации о том, что аварийно-диспетчерская служба не отрабатывает. Это очень серьезные лицензионные требования к управляющей компании. Известили управляющую компанию, поднялись по возможности к соседям, если это возможно, отфиксировали сами же фото и видео фиксации, сделали, когда у нас происходит это, ждем, локализовали нам аварию, 12 часов на составление акта, акт обязательно должен, экземпляр остаться у нас, чтобы он потом по каким-то причинам не затерялся. Дальше мы уже проводим нормальную диалоговую работу с управляющей компанией, понимаем, готовы ли управляющие компании двигаться навстречу нам, навстречу вам, готовы, здесь готовы оказывать вам помощь, как я сказал ранее, уже обращайтесь к нам по данной ситуации, если таким образом все продвигается, ситуация закрывается, получаете возмещение ущерба, либо восстановительный ремонт. Если ситуация не развивается, готовимся к суду, составляем претензию, пишем, что мы сейчас в рамках искового производства, в рамках судебного процесса, все расходы будем возлагать на ответчика, расписываем, я думаю, что в данном случае это тоже отрезвляет управляющие компании, либо ТСЖ, нет, подаем в суд, если мы все сделали сейчас правильно, по порядку, как мы ранее с вами сегодня обсудили, у нас не возникнет никаких вопросов, судебный процесс достаточно в рамках судебных, в рамках сроков судебного пройдет достаточно быстро. И вы получите уже судебное решение и уже возмещение. Коллеги, вот в принципе тема достаточно такая емкая, важная, частая, встречающаяся. мы ее раскрыли по ситуациям, которые возможны, как я сказал ранее, в случае индивидуальных вопросов, попрошу обязательно обращаться, будем рады помочь. Повторю, телефон еще Квалифорционного центра, 846 код 260 37 37 19 запись для пользования для тех людей, я понимаю, кто сегодня и сейчас не смог подключиться, у нас все-таки это рабочее время, будет выложено, как я сказал ранее, на сайте Квалифорционного центра будут ссылки на YouTube. Вопросов больше по чату на данный момент нету. 30 минут мы с вами поработали. Коллеги, всем спасибо. Надеемся, что таких ситуаций у нас все-таки будет меньше с учетом планового текущего ремонта, чтобы у нас он проходил своевременно с учетом мнения двух сторон. Но все-таки это будет, это аварийная ситуация. Ведите себя в этой ситуации менее правильно, вернее, более правильно ведитесь в этой ситуации и постарайтесь не нервничать. Всем спасибо, всем здоровья, до новых встреч.